У нас собрался стол на Берлин. Это один раунд, четыре сдачи. Вроде бы не самый сложный стол. Не самые такие суровые игроки, скажем так. Давайте попробуем собраться. Так, это какие-то чоу. Приплетения здесь не видно никакого. Давайте я сначала снесу анира бесполезные и попробую все-таки что-нибудь собрать. Какие-то чоу. Что имеется в виду? В точках ничего не понятно. В точках совсем все разрознено. Если в бамбуках еще что-то есть такое 8-9, в символах 1-2-3-4-5 что-нибудь. Может быть в символах соберется чистый ряд. Что еще какой вариант есть? Можно пробовать смешанный ряд собрать. Например, 1-2-3 в точках. Да. 1-2-3 точек, 4-5-6 символов, 7-8-9 бамбуков. Вот тогда так я выстраиваюсь. Тогда у меня есть две пары. Мне нужно 4-5-6 в символах. То есть я жду шестерку, а тройка у меня может быть парой или 1-2-3. Да, это я беру. Или у меня 1-2-3 может быть четвертым сетом. Или, например, я могу взять какой-нибудь панк. Панк шестерок или панк троек. Да, это будет мой четвертый сет, поскольку смешанный ряд, как мы помним, стоит 8 очков. Это уже надежный маршонок. Недорогой, но вполне себе. Ну вот ушел чистый ряд. Может быть надо было как раз шестерку бамбуков скидывать. Ну не знаю. В принципе... Сейчас посмотрим. В принципе такие дешевые руки собираются как правило быстрее. Хотя для чистого ряда как раз это не совсем характерная ситуация, потому что чистый ряд собирается довольно быстро. Бывают случаи, когда он прям вот сам собой собирается на руке. Нужно только следить и выбрасывать лишние кости. А не лишние не выбрасывать. Ой-ой-ой, вот это вот было очень плохо. Да, не получается, значит смешанный ряд. Так, давайте еще я беру и пробую что-нибудь изобрести срочно. Может быть будет открытая рука, кстати. Почему нет? Я могу, кстати говоря, тройку символов подержать. Я подожду. Какая может быть открытая рука, здесь я беру тройку точек. Беру четверку или шестерку точек. Тоже со сноса. Естественно, только со сноса. Но могу взять и шестерку точек на панк. Что у меня будет? У меня два очка. Мне нужно два очка набрать на открытую руку. У меня будет без масти и короткий ряд в символах. Видите, да? У меня уже есть короткий ряд в символах. Давайте посмотрим. Четверка. Так, восьмерка уже не нужна. И, кстати говоря, игрок справа, да, которая объявила семерки, она собирает, похоже, все типы. С красным дракончиком вместе. Так, я от бамбуков избавляюсь просто потому, что мне не нужны бамбуки. Тем более, вон, все шестерки уже вышли. Мне 4, 5, 6 не собрать. Так что я лучше подожду точки какие-нибудь. А девятку точек... Давайте я вот так сделаю лучше. Кто это может взять сейчас? Ну да, это все типы. У нее красный и, скорее всего, восток. Может быть и юг. Ну посмотрим. Давайте возьмем. Почему нет? Вот я шестерку выбрасываю. Шестерка ей не нужна. Так, она выбрасывает четверки-восьмерки. Ну это просто система меня провоцирует, понятно, да? Так, я, кстати, могу взять панк девяток. Панк девяток, панк девяток. Я одну девятку уже пробрасывал в свое время, но мне она на открытую руку, собственно, не нужна. Как вы понимаете, мне на открытую руку нужно взять все со сносом. Другое дело, что мне все-таки нужно еще... Так, вот это был опасный снос, но это всего лишь панк. Хорошо. Так. Нет. Так, если тройка будет последней костью... А, ну все понятно. Нет? Это... Подождите. Ну что собирал игрок справа, я что-то не очень понял. Ну это понятно. Да, пол изобилия. А вот игрок справа. У нее было семь восемь девять и четыре. Она тоже пыталась открытую руку сделать? Зачем? Не совсем понятно. Она просто хотела, видимо, да, что-то такое с открытой рукой. Ну ладно. Я потерял по салфу. Так, вот интересные кости, да? Хм... Если бы не драконы, были бы симметричные, да? Ну, семь костей симметричных в точках, еще две в бамбуках. Итого девять. Ну, пара зеленых. С другой стороны, смотрите, можно сделать пол изобилия. Давайте-таки сделаю пол изобилия. Может быть, получится чистое... Получится чистое смещенное чоу. Один, два, три. Два, три, четыре, три, четыре, пять. Так, а может быть, что-нибудь получится здесь. Чао. Три, четыре, пять. Два, три, четыре, три, четыре, пять, четыре, пять, шесть. Только на это у меня пары нет. Хотя нет, пара у меня будет зеленых. Но это если соберется все в закрытую. Все-таки я больше сейчас рассчитываю на пол изобилия. Нет, не хочу пока. Три. Давайте вот так сначала скину. Всех запутаю. Посмотрим, что сейчас будет. Ого-го! Игрук верхний собирает, да? Ну, хорошо. Эту не берет. Отлично. Смотрите, какой вариант. Я могу сейчас попытаться на закрытой взять со стены, естественно, четверку символов и ждать четверку бамбуков. Или наоборот. Вот. У меня будут смешанные и смещенные чоу, шесть очков. И закрытая рука, два очка. Вот. Теперь я спокойненько жду четверку бамбуков в середину. Игрок напротив ее уже сбрасывал. Лидер как раз. Может быть, она еще раз ее сбросит. Попадет как раз мне в манжонг. Так, она, похоже, собирает символы, раз она так разбрасывается другими мастями. Нет, не хочу. Я уйду с просящей, кто-нибудь бросит мою четверку, да, и что я буду делать? Я лучше так все-таки сейчас вот уже на просящей стою. Не хочу никаких этих получше ничего выстраивать. Естественно, пара зеленых у меня как глазки. Я жду только четверку. Желательно, конечно, салфом, чтобы хоть как-то догнать первое место. Ну, давайте так, да. Сбросил ей серию, чтобы она не сбросила четверку. Да, интересно получилось. Ну, я приблизился. Кстати говоря, четверка бамбуков была у игрока слева. А она ее не сбросила. Ну и хорошо. Хорошо, что я взял с лидера. Я как раз немножечко ее скинул, а себя подтянул. Так что я, в принципе, могу еще побороться с надеждой на первое место. Так вот уже видны смешанные и смещенные чоу с парой, да. 2, 3, 4 точек. 3, 4, 5 бамбуков. 4, 5, 6 символов. Пара восьмерок. 2, 3, 4 может быть четвертый сет в бамбуках. Но мне нужны в данной ситуации 2 тройки бамбуков. Не очень надежный план, но посмотрим. Так, красный выходит. Вот и хорошо. Девятка мне, скорее всего, не понадобится. Посмотрим. Девятка точек точно не понадобится? Ну, девятку символов я сначала все-таки скину, потому что к девятке точек может что-нибудь еще прийти. А вот к девятке символов я уже ничего не буду ждать. У меня это вот пара восьмерок символов изолированная будет. Глазки. И я вокруг них уже ничего искать не собираюсь. Так. Так. Игрок слева опять собирает какие-то верхние. Может быть просто смешанное тройное чоу. Ну, может быть и верхние. Так. Любопытно. Можно собрать 3, 4, 5, 4, 5, 6. Вот это уже лучше. Тогда мне, получается, не нужна двойка бамбуков. Так. Игрок справа сбрасывает масти и держит аниера. Может быть, конечно, у нее вообще нет аниеров, но хорошие такие масти сбрасывает. Семерка. Давайте вот так я сделаю. С краю сброшу. Так. Но семерка символов мне не понадобится, скорее всего. Если я хочу 2, 3, 4 именно в точках. 3, 4, 5 в бамбуках. 4, 5, 6 в символах. Так. Ну, да, естественно, я это беру. Ой-ой-ой, как неудачно. А, все тройки мои перекрыты. Ну, здравствуйте. Все тройки бамбуков меня ушли. Да, как первая сдача все. Это мои семерки кончились. Так. План Б. Я сейчас прикидываю, что я могу сделать. Кстати говоря, я могу взять 3, 4, 5 символов. У меня 6, 7, 8 есть. Да, четвертый сет и пара восьмерок. Я беру шестерку бамбуков. Давайте это прокину, мне сразу не понадобится. Я беру шестерку бамбуков, тройку точек и тройку символов. Вот одна тройка символов вышла. Шестерку бамбуков. Я не знаю, кто там ждет. Пары заходят. Давайте я рискну, пока она не стала опасной, эта четверка. Потому что, если игрок слева собирает чистый ряд, то ей, может быть, как раз нужна или четверка, или пятерка. А так я их уже пробросил. Так. Может быть, там внешняя рука просто. Я не знаю. Давайте я лучше выкину все опасные кости для начала. Так. Что из моих костей видно на столе? Тройка точек одна напротив. Тройка символов одна справа. Так. Я, конечно, вряд ли могу рассчитывать на чистый ряд в символах. Чтобы не пришла двойка, тройка. Вторая моя тройка точек. Потом девятка еще, которую я сбросил. Девяток как-то маловато на столе. Единичка, которую я собирался сбросить. Ну, вот она пошла на панк. Нет. Так. С другой стороны. Что можно на закрытой руке здесь сделать? Давайте вот так пока сброшу. На закрытой руке. Все. Если будет, например, закрытая рука. Все. Чего? Все простые. Короткий ряд. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В символах. Вторая тройка вышла, да? Так. Что здесь, похоже, без меня игра идет. Так. Кому, может быть, нужна семерка точек? Наверное, никому. С вышедшими восьмерками. Шестерок, правда, не видно. Но как-то вот третья тройка выходит. Да что ж вы делаете-то, а? Но если тройка символов не нужна, тогда я могу единицу выбрасывать. Единица безопасная. Так. У меня формально просящая сейчас. Смотрите. Если я беру последнюю кость. Последняя кость, закрытая рука, все простые. Мне нужна именно последняя тройка. Я чего могу взять? Вот так. Раз. И кому нужна эта четверка? Никому. Значит, я жду тройку символов. Последнюю. Да? Три вышли. Здравствуйте. Вот она, четверка была опасная. Да? Я вовремя ее выкинул. А игрок справа не вовремя ее выкинул. И моя тройка символов была в стене. А игрок справа собирал просто какие-то панги. А вот тут чистый ряд. Так. И я на третьем месте. У нас последняя издача. Но мне до первого места 42 очка. Что такое 42 очка? Это нужно 10 очков взять с кого-то из противников слева или справа. И любой маджонг с игрока напротив, с лидера или с элфом любой. Главное, чтобы не меньше десяти было, если я возьму слева или справа. Здесь уже интересная ситуация. Так. Кто-то берет ветер раунды. Ага. У меня, похоже, все типы. Да? Только у меня в символах как-то пока непонятно. Но это, скорее всего, все типы. Я не буду мучиться с чистым рядом. Все типы 6. Панк драконов будет 8. Банк терминальных. Девятки, соответственно, 9. Так. Тройка мне не пригодится. Единица бамбуков тоже, кстати говоря, мне не пригодится. Можно попробовать сделать внешнюю руку. Но это если очень повезет. Если в символах зайдут единицы двойка. Нет. Я не буду мучиться, опять же, с этой внешней рукой. Я думаю, мне вполне хватит очков. Просто за все типы. Плюс какие-то дополнительные фаны. Но нужно определиться в символах. Нужно определиться с ветром. Опять же, нужен какой-то ветер. А вот и ветер, кстати. Отлично. Так. 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 Может быть, будет два закрытых панка. Посмотрим. Мне в символах срочно что-нибудь нужно. Угу. Вот это пара у меня получается. Так. Я могу ждать панк троек. Панк белых. Панк западов. Давайте посчитаем. Запад. 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 Допустим, я запад возьму все-таки, да, на панк. Давайте посчитаем по минимуму. Если я беру панк западов и троек. Что это получается? Все типы 6. Панк девяток 7. Панк западов 8. И цветочек 9. А у меня закрытая рука еще при этом. Да? 11. Хорошо. Тогда я сейчас эту руку... У меня два закрытых панка еще. Я эту руку беру сейчас с любого игрока. То есть я беру и побеждаю. Нет. Это издевательство. Так. 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 Нет. Это мне не нужно. Двойка безопасная как будто выходила справа не так давно. Нет. Не хочу. Я не хочу руку открывать сейчас. Мне больше нравится закрытая рука два закрытых панка. Даже если я могу победить с заменой конга я не очень уверен что я могу победить с этой замены. Так что я лучше не буду так рисковать. когда рука открытая да вот когда у меня открытая рука я там уже потерял два очка за закрытую руку я все нормально я могу совершенно спокойно объявить конг вот такой вот да со сноса на просящей руке и победить тут даже как-то было так что я победил есть три закрытых панка. Вот это мое отличное первое место. Очень хорошо вышло. Это я конечно рванул вверх и вперед. Ну вот такой вот это что было у нас. Берлин это у нас был да. Три закрытых панка. Все типы полностью закрытая рука. Давайте посмотрим что игроки собирали. Я не анализировал эти руки рассказывал больше про свою. Но здесь так здесь игрок хотел выстроить смешанные смещённые чего она хотела. Она хотела 1 2 3 двойку видимо бамбука ждала 2 3 4 в точках 3 4 5. Четвёрки точек правда вышли 3 штуки. Может быть она хотела 1 2 3 в точках потом 2 3 4 в бамбуках собрать но не совсем понятно на что она надеялась. Она как-то видимо перестраивалась сейчас после открытия четвёрок и без этих вот без двоек ну в общем да непростая рука. Игрок напротив бывший лидер собирал все типы очевидно. Может быть все панки даже да возможности. Игрок справа собирала смешанный ряд но без пары. А вот это кстати странный ход был да. То есть то что вот я всегда например говорю оставляйте пару не ломайте себе единственную пару на руке. вот здесь как-то странно было и она хотела нет. Она открыла панк четвёрок. Она же не могла ждать последнюю четвёрку себе на 3 4 5 чоу например на той в точках да. То есть ну это странный такой ход. То есть вот я бы на её месте скажем так не стал бы открывать этот панк четвёрок. Его подержал четвёрки на руке. Если только она не фанатка открытых рук. Да то что в первой сдаче мы видели она пыталась какую-то видимо сделать открытую руку. То же самое и здесь. Ну открытую руку вот с ожиданием пятёрки бамбуков. Кстати говоря пятёрки бамбуков все были уже разобраны. Она пятёрка бамбуков не дождалась никогда. С такими вот символами. Может она хотела что-то в символах дождаться. Но опять же какой-то вот ненадёжный план. Понимаете вот. То что я всегда стараюсь идти по надёжному пути. По надёжному плану я говорю что вот здесь блеф. Вот здесь точный план. А игроки не всегда понимают что где. Возможно опять же кому-то не хватает школы. Ну вот. В итоге как-то так и играют. Ну вот ещё раз посмотрим на три закрытых панга. Было бы два закрытых если бы я взял со сноса. А так вот три закрытых панга. Все типы. Не все панги очевидно. Да потому что у меня чоу есть. Но тем не менее. Всем спасибо. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok